Посмотрим, как это будет работать, что нам это даст. Между тем, хочу поздравить людей под никами Филикс или Файликс. Скорее, Файликс, если читать именно по-английски. Поздравляю тебя с Сабом, ты реально крутой чувак. Дай я выпью швебсы за твое здоровье. Спасибо тебе большое. У нас, кстати, кто вчера до конца стрима не досидел, у нас знаменательное событие. Мы перевалили через отметку в 90 тысяч подписчиков. Это вполне себе неплохой результат для стартапа. Мы с вами всего полгода здесь, и это вполне себе неплохо. Ну, вы знаете, что можно и быстрее привлекать, и многие это делают, но мне очень приятно. Очень приятно, спасибо, что смотрите. Элен Рен переподписалась второй раз на второй месяц. Спасибо огромное. Я тебя люблю. Артурка с горла пьет некультурно. Ну да, да, есть такое дело. У меня чай согрелся. Добро пожаловать. Хорошо, отпустите, пожалуйста, чатик. Мне охота посмотреть, что люди думают по поводу главного героя и по поводу лайма. Кто из них круче? Реально. Ну, по-моему... Господи. По-моему, круче лайм. У меня прическа такая. А вот теперь у меня прическа как у Адика. А мне еще кардамон и бадьян в кофе надо добавить. Сейчас погоним дальше, буквально через минуты 3-4, наверное. Пока сидим, пока отдыхаем. Не знаю, в целом, короче, главные герои какие-то странные. Мне, блин, девчонка, которая с главным героем бегает, она и то больше нравится, чем главный герой. И вы заметили, что главный герой, по сути, ничего не решает. Все выборы, которые в игре есть, они принимаются от лица Петира. И вот. Реально такое ощущение, что как будто сценарий для главного героя... Это вот... Вот они сначала придумали сюжет по одному делу, а потом в итоге... Этот... Навертели на него какой-то геймплей. Ну и, соответственно, чтобы геймплей как-то связать, придумали главного героя. Ну, выглядит так, что-то такое. Ой, так, хорошо. Меня вообще слышно, нет? Потому что что-то как-то... Такое ощущение, что со мной никто не общается. Обидно. Обидно очень. Я посижу, подожду. Печеньки кто-то пошел достать. Модераторы, вы меня слышите вообще, нет? Ребята? Ребята? Успел себе чай сделать и стрим вернулся. А, ну да, я не понимаю, почему сабмод... Видимо, опять что-то... Что-то глючит, наверное, у модераторов. Они не могут сабмод снять. Все нормально, тебя слышно. Артурка, смотрю тебя почти с самого первого видео где-то начал говорить. Спасибо тебе за лучшие, самые ламповые моменты в моей жизни. Ну, не самые теплые, ламповые, я тебя заверяю. Это... Это так, короче. Шейд, не волнуйся, я никого не тороплю. Ну, просто как бы... Как сделаем, так сделаем. Ой, так... Во, 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 вот он полетел наверх. В чем смысл сабмода? Смысл сабмода в сабмоде. Он ставится для того, чтобы в определенные моменты в чате было то, что нужно мне и модераторам. Ну, это уже давно принятая практика. Так, у меня лагает... Сейчас узнаем, как игра будет работать. Мне кажется, она будет точно так же работать неплохо. Но идеально она так же работать не будет, потому что DirectX 12 все очень херово хватается. Реально. И ничего я с этим не могу сделать. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что в серии сериала произошло. Хэтч, ну это темнокожий друг наш с жуткими глазами, который мне импонирует больше всего, выпустил этого японца-мутанта, который там сидел. Помнишь, хрономутант? Лайма почти убили, но в итоге он поубивал всех сам, спас свою жену. А айтишник, похоже, понял, в какое дерьмо он ввязался. Но, похоже, уже слишком поздно. Стоит ли брать X1 ради Quantum? Нет. Но X1, в принципе, можно взять ради очень многих неплохих игр. Но, на самом деле, в общем, вопрос очень спорный. Потому что сейчас будущее Xbox One довольно туманное. Артур, твоя морда лица немного лагает. Это у тебя потерь кадров 0 и FPS стрима 60. Это твое. Завтра стрим будет... Не знаю, если сегодня не дойдем игру до конца. Я хочу дубануть, а может быть, даже мы сегодня не успеем. Но вчера мы, допустим, сидели 4 часа, и я упоролся. Джек, несмотря ни на что, молодец, пускай и стреляет только. Да, но на роль чисто просто стреляющей и говорящей головы могли бы, по-моему, более харизматичного парня взять. Неужели всегда из-за пары дичайших людей остальных не подписчиков будут затыкать? Сабмод включается, как правило, когда всякая дичь, которая прибывает к нашим берегам, входит в систематику. Когда начинается реально страшное бурление. Ну, ты понимаешь, каждая новая игра, каждая новинка, она привлекает на стрим много новых людей. И, соответственно, люди, которые не привыкли к тому, что здесь, допустим, себя нужно вести по-человечески, и никого не оскорблять. Я знаю, для многих там это в порядке вещей, а здесь за это реально тебя туканят. И многие этого не понимают. И по этому временам приходится вырубать сабмод. Некоторые люди на это обижаются, но и тифу на них, как обычно. Все прекрасно понимают, для чего это делается. И если не допускать таких радикальных мер, то в результате у нас не было бы такой хорошей атмосферы на стримах. Потому что, если ты посмотришь на наши стримы, и на тех людей, которые здесь находятся, то со временем ты заметишь, что такой атмосферы больше нет нигде. У нас самый добрый комьюнити, благодаря тому, что я злой, как ты сегодня мог видеть. И модераторы злые. Только если вас банить, то вам будет хорошо. В общем, вот так вот. Black, ты мой арт пропустил в прошлый раз. Я к туху тебе гифку нарисовал, но я пойду спать сейчас. Не досижу до конца. Чувак, спасибо огромное. Огромное спасибо. Я посмотрю обязательно. Так. Погнали, что ли? Я что-то прям хочу. Я хочу. Только я сначала музычку замолчать сделаю. Теперь счета у нас там такое в итоге. Теперь мы... Господи, компьютер мне считает, что у меня 4 монитора. Вот он фигеть, наверное. Так, хорошо. Предпросмотр на полный экран. Подожди. Полный экранный режим предпросмотра. Теперь щелчок сюда и погнали. Акк 4, дамы и господа. От доктора Эмерал зависела жизнь мистера Сайрина. А вы ее похитили. Это сделало вас главной мишенью. Да, я так и понял. Они перекрыли все пути отхода, все дороги. На машине с острова было никак не выбраться. Нужен был новый план. Все, пошли. Бэт. Вы знаете, фпс реально лучше стал. Тут жарковато. По крайней мере пока. Я думаю, со временем он опять возьмется. Пока не знаю. Я хочу забраться повыше и взглянуть на мост. Я боюсь по нему не проехать. Да, определенно фпс стал лучше. В общем, спасибо всем неравнодушным людям, которые так или иначе помогают мне с этим делом. Надо подняться повыше. Видите, оно реально хорошо. Блестяшка, ты где эти? Ууу, она на ниху. Вижу мост. Он кишит монарховцами. Не знаю, может, если втихаря. Ага, может. Или давай я тебя подхвачу. Решай, но только побыстрее. Меня вот-вот засекут. Мне полегчает, когда окажусь на яхте. Монарх у меня на хвосте. Я тут не особо популярен. Как, доктор Эмил? Жива, здорова, но жизнью недовольна. Долго тебя еще ждать? Погоди, сейчас узнаю. Так, что у нас по прокачке там? Давайте посмотрим. На самом деле сейчас уже такой момент, что не так сильно, в принципе, не такое имеет значение вот это вот все. Так, хронерывок, на самом деле, одна из полезных штук, но я ее прокачал на максимум. У кого начались фризы, вы понимаете, что вам нужно пару раз обновить, наверное, Twitch-страницу, чтобы попасть на нормальный сервер. Потому что от изменения кодека, которым это все, соответственно, рендерится, дропы и фризы, оно так не работает. Хроновзрывы давайте добавим. Еще осталось 6 очков. Сокращение времени восстановления. Ну давай. Не знаю, на самом деле, с одной стороны... Заберусь внутрь, пока меня с вертолета не заметили. С одной стороны прикольно, а то, что вот эти вещи надо собирать, с другой стороны, они очень отвлекают от самой игры. И, кстати говоря, сейчас мы увидим тему такую, которую показывали на одной из Е3 демонстраций. То есть, ну реально. Ты еще там? Да, ищу удобную точку обзора. Питир. Я не могу его питир не называть. Я знаю, что он пол, но вот прям это въелось и все. ХПС определенно стал лучше. Да, это точно одна из тех демонстраций. Серьезно? Опять из-за Луны Вейка? Опять из-за Луны Вейка? Опять из-за Луны Вейка? Все впечатлили из-за Луны Вейка? Субтитры делал DimaTorzok 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 Все еще никаких следов Джойса или Уайлдер Ухожу на второй круг Мне нельзя тут засиживаться, Джек! Поторопись! С этим проблема Что-то не так? Всю ночь все не так Я сейчас смотрю на мост Там совсем плохо дела Если я там появлюсь, пострадают невинные люди Хорошо Есть какие идеи? Наш гнев! Даже не думайте, что это вам так просто срок зайдет! Успокойтесь! Нужно осмотреть грузовик Посмотрим! Под мостом есть пристань Сможешь подогнать туда яхту? Там спереди вывеска бензоколонки, не пропустишь Что, прямо под самым носом у монарха? Других вариантов я не вижу Переключаюсь на канал монарха Скоро буду на свете Буду через 10 минут Только не подведи меня! Так странно Вот это вот Другой персонаж был во время демонстрации Я прям помню это место Эту демонстрацию Ну, и как туда спуститься? Где пожарный шест? Пожарный шест? Хуху-няхуху Давай радио послушаем Там, как обычно, борец Что на дорогах все больше и больше блокпостов монарха? Что, блин, творится в Риммерпорте? У нас на линии Требойщики в сокровище Счастливчика Джо Грег Лоуренс Говорите Я нахожусь у моста Порт-Тонелли Охранники монарха перекрыли тут все А теперь мою машину хотят обыскать Да хрень это все! Нет уж! Это не полиция Это не ФБР Надо везти груз Значит, давишь на газ и везешь Так-то Монарх не имеет права вас тормозить Так всем на мосту и передайте Что вы подумал, счастливчик Джо, а? Джо ждет груз Да, я так и сказал, но они меня не пускают Знаете, недавно нам сообщили о каком-то взрыве в особняке монарха на острове Гал Это уже третье событие за... Сколько? За день где-то, в котором монарх связан со взрывами и катастрофами Где полиция? А? Где она? Не давайте им ничего обыскивать Я уже целый день пытаюсь вывести в эфир кого-нибудь из монарха Без комментариев Полиция Реверпорта? Без комментариев Только и слышу сегодня Без комментариев А я жду ответов и вам советую Оставайтесь с нами Не знаю, меня на самом деле интересует Ладно, там полиция, это как бы понятно Может быть куплено все Но где правительство? То есть здесь чуть ли не масштабные боевые действия уже Они реально оцепляют мосты Где правительство, японо мать? Почему никто ничего не контролирует? Ублюдки Я вижу блестяшку, она довольно близко Отлично Оно опять начинается Машин, какой-то урод И счастливчика Джо Не дает нам осмотреть свой грузовик Вы слышали, Саверина? Действуем жестко Стрелять не торопитесь, но если придется Вас понял Хотите, чтобы я заткнулся? Может, лучше поговорим о том, что случилось с Эмми Ферреро? Да, о том, как вы заставили ее замолчать? Да, давайте же поговорим об этом Это все вообще не законно Что вы творите? Мой брат учится на юриста Нефиг паски пудрить Объясните, каким образом это попадает под вашу юридикцию Сейчас они тебе объяснят Что за мудак? Ну, заши, бей с чего, погнали Сколько у вас здесь? Раз, два, три Окей Здорово До свидания Так, там Не очень серьезно Попадем, если ты не будешь к столбам прижиматься на ровном месте Ну и по-дамай Давненький я не стрелял Соскучился Господи, меня сейчас реально убьет то, что он после каждого вот этого вот удара с наведением Он после этого реально ломается До свидания, чувак Что-то странное я сделал И опять камера вот эту Какого хрена? Фух Остался один тяжеляк, но он как бы беспроблемный С ним довольно просто Ну, чувак, поближе подойди Хотя сначала сюда, бах Получи, потом так выбежишь, короче К нему завтра Черт Штат Гражданские услышали стрельбу Они тут с ума сходят Бет, план поменялся Они следят за пристанью Найду другой путь Я уже почти там Подожди пару минут Нельзя рисковать доктором Эмерал Так или иначе Но я пересеку этот мост Мне нужно добраться до моста И перейти Пойдем Где-то здесь, походу, лежит То, что нам нужно Так странно Я видел эту демонстрацию на Э3 Я уже знаю, что будет дальше У нас тут гражданские Пытаются пробиться Вы слышали приказ Действовать жестко Без колебаний На самом деле При этом надо еще заметить Что почему-то Четвертому акту Сильно меньше стало Всяких записок И тому подобного Ты что творишь? Ты убил его Очень хороша Именно в этом плане Пипец, чувака, снесло Блин, а вот тут вот отвлекаешься На поиск всякой фигни Ну, как обычно Ну Пошла напряженка Спасибо Тут и ребята удивятся Так, все Забираем себя обратно Пусть на полу лежит Вон она И я ее уже вижу Вот так Здравствуй Жопа Новый год Опять ты И замерла Да, пипец Сейчас меня глохнут Я что-то, короче, этот Я очень хорошо себя чувствую Или нет Прячемся за машиной Которая сейчас взорвется Поэтому стоим чуть подальше Так, еще один Я все убил На всякий случай На всякий случай тебе Мало ли, тут время повернется И ты начнешь меня стрелять Так, а теперь поговорим с ублюдком Неплохо, да? Неплохо, я могу добавить Ждем восстановления Иди сюда, засранец Я выбрал Я выбрал Я выбрал Все, лягай Ты еще живой Ладно Ладно, хорошо Ничего Просто пересечь чертов Мост и я свободен Ох, это было круто На самом деле Что-то я уже как-то Притрачился Извините за выражение Ну, ну, поняли И стало довольно просто Я чувствую Я вижу, что я чувствую Так, хорошо Давайте посмотрим на улучшение Я не знаю, что мне еще прокачивать У меня, в принципе, и так Все вполне себе неплохо Поэтому я буду все подряд прокачивать Хронозрение мне, в принципе, не нужно было Но теперь, наверное, будем Улучшены распознавание угроз Там А, у нас не хватает Четыре надо Ладно Это не к добру, по-моему Ехо, на мать Серьезно Упишите! Ну, у tipка В путь 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 Андерсон, 93 раз, спасибо за это Потом почитаем Как это меня так загнуло? Ладно, хоть не упал Ну, черт Ренова Сейчас опять начнется, как с тем кораблем Все, что с кораблями связано в этой игре, все плохо Я понимал, что как только зависание закончится, меня раздавят обломками Нужна была твердая опора, и палуба корабля была наилучшим вариантом Оставалось на нее спуститься Да пипец Да не, круто Я думаю, что эта машина, это довольно опасно С такой долбанет Ой, жесть Блин, мне так нравится Что-то так вот прям поперло меня с этой игрой До сих пор не попустило А уже второй день играем Я думаю, что не так надо делать, как я сейчас сделал Ага Оно как бы замедляет понемногу, но не так, чтобы сильно А мне, походу, нужно туда куда-то Да? Поэтому Нет, мне туда нужно Ну а что-то как-то это слишком очевидно было Вот так, наверное Кругом творился какой-то ад Это не ад, это пипец Оставалось надеяться на удачу И идти вперед Так, стоять, бояться Охереть, что творится Охереть Так, что мне делать с тобой? Просто перепрыгнуть? Да нет Я думаю, что здесь вполне может подойти Хроновзрыв Либо нет Наверное, у меня просто Такое подозрение, что я чего-то недопонял Допустим Вон там у нас есть что-то интересное И вон там, кстати, можно повиснуть, похоже Блин, ну я хочу сюда Наверное, чего-то не понимаю Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ зрение просто все и теперь я тебя замедли пожалуй херовая была идея но да ладно по крайней мере перерос смерть за сегодня если меня не могут убить противники то соответственно окей я все продолжал спускаться вниз кораблю и не то чтобы это было приятной прогулкой под луной разуме у меня параллели путались завивались безумные петли сталкивались полный бандарь так наверное и должен был выглядеть конец времени все перелом же припутал застыла в хаосе и некому рассказать давай давай может ускоримся как-то настрадался короче разлом расширялся беспорядочное движение предметы выпадали из времени параллели пересекались и дальше было бы только хуже мы должны были вмешаться ты хоть представляешь что за сила у тебя в руках ты должен передать эту технологию монарху я готовилась к тому что случится значит готовились говоришь но предотвращать ничего не собирались ну починю я машину выльяма и что потом зачем она вам конец времени близок ничего не тебя никто не спрашивал я только что видел как корабль на полном ходу врезался в этот сраный мост время на исходе разлом растет с каждой минутой и его не остановить пол видел конец времени видел своими глазами как вы не понимаете мы готовились потому что другого пути не было ты ведь пользовалась работами уильяма джойса ты уважала его он знал что грядет разлом но он знал и то что его можно закрыть модераторы поставь сомор пожалуйста мы знаем как остановить разлом вот противовес мы отправимся в прошлое чтобы найти его с твоей помощью мы управимся быстрее впрочем уговаривать я не буду мне надо будет запустить диагностику машины а пока не могу ничего обещать ник отведи эмерал к машине не спускай с неё глаз будет сделано добро пожаловать на борт док не заставлять вас убивать вот такой опасный не знаю мне кажется между ними что-то будет между ними промелькнула какая-то и прежде чем мы пойдем вниз нужно поговорить 22 часа после разлома кстати говоря последним этом как вы поняли оставалось где-то 8 часов то есть сейчас получается 6 часов до конца света круто план bet на 2010 год собранные bet схемы а также материалы связаны с планов отправки в 2010 год для похищения противовеса спасибо разлом за донат ладно в чем дело наш план если эмерал запустит машину мы вернемся на день назад и все исправим слушай видео которое вы оставил для меня сказано что противовес у него украли 4 июля 2010 года а еще что его взяла я может так и было джек у нас есть машина времени то есть мы летим в 2010 и это мы его крадем если уилл прав в настоящем ничего не изменится мы возьмем противовес вернем его в настоящее закроем разлом и спасем мир так объясни чем это лучше того чтобы просто вернуться во вчерашний день и предотвратить все произошедшее потому что я знаю путешествиях во времени и боюсь мы ничего не изменим прошлое уже случилось оно неизменно но так нам и не придется его менять да не знаю мой план все равно проще ладно давай сперва починим машину помогите софии починить машину времени подожди может быть здесь еще будет про хомяка дебил а потому что это был самый уморительный диалог вернее монолог на всю игру это было так круто насрал говорит все что он сделал насрал говорит свою плетку эй риверпорт это бобби редфорд и вы и так все знаете верно мастер порт данный лим больше нет и не виз сколько людей на нем погибло слышали ту передачу о гинденбурге где мужик прочитает о человечество о человечество теперь я его понимаю я не понимаю что произошло экипаж утверждает будто мост был разведен но на видео видно что он сведен и судно в него врезалось свихнуться можно это народ с риверпортом творится что-то неладное нужно скорее объявить чрезвычайное положение или типа того но никто ничего не делает и все молчат о том что монарх незаконно перекрыл мост и обыскивал машины без ордера разрешение суда или еще чего-то до этого взрывом разнесло их ну да не все по всему городу происходит почему никто ничего не делает вы что там уснули а не знаю я уже успел ко всем привязаться очень яркий персонаж смотрим как там у доктора эмерал дела да я ей не доверяю она так посмотрел на противовес как будто она уже его видела и знает зачем он нужен думаешь ей уилл рассказал нет уилл был очень скрытым понимаю не думаю когда мы были детьми если я был в комнате вы мог сказать мне что-то важное только через моего плюшевого жирафа любопытно и очень чудно хомяк спасибо за донат и я пишу протестую я не насрал оставил маркер это тупо ты мне нравишься я убью тебя последним она что-нибудь нашла не уверен сейчас узнаю ну как долго еще я нашла проблему ничего особенного реле питания отключено нужно перезапустить его вон там куда фонарь светит сейчас я опущу лестницу я понял так все и все пойдет по звезде вот буквально через три два один так тут на консоли три лампочки две красные одна зеленые перед тем как включить реле тебе придется восстановить подачу энергии к двум панелям с красной лампочкой они должны быть где-то над машиной иди по проводам красной лампочкой над машиной ну конечно угол где же еще отлично я что айзек что ли не пойму так ну допустим одно вижу раз так первая красная лампочка стала зеленой такое искажение реально жутковато я контролирую ситуацию не волнуйся женщина я это делаю далеко не в первый раз в прошлой жизни я был в будущем меня звали айзек кларк и меня постоянно запрягали что-то починить это конечно бесило но это дало свои результаты так чтобы туда попасть нам с вами нужно передвинуться а каким макаром это сделать то есть по идее нам нужно попасть вон туда вон туда и отсюда вот сюда соответственно чтобы нам туда попасть нам с вами нужно наверное спрыгнуть здесь так игра ты куда меня ведешь давайте по маркеру посмотрим о кстати здесь блестяшка вот прям где-то здесь блестяшка она походу наверху да вон она вообще пипец наверху ну ладно я прыгну надеюсь я не убьюсь видимо убьюсь хорошо это было больно но это на самом деле было нормально теперь мне нужно как-то попасть туда наверх я надеюсь я не зря спрыгнул ага отлично чё это? ого чё это за коровка это как разом своим не берём что это? это мои вещи из нашего дома он всё сохранил наверное думал что ты вернёшься Джек ты в порядке? да что случилось? Татошка это моя подпись это ты рисовала? но я никогда не была здесь раньше это же ты нарисована да? а кто? Джек послушай кое-что в девяносто девятом когда мне было восемь ко мне на заднем дворе подошла женщина и сказала что она из будущего она во всех подробностях рассказала мне о том что случится она дала мне это тут даты события доказательства Джек та женщина это была ты всё что я себе тогда сказала сбылось каждая мелочь хорошая или плохая произошла будущее не изменишь наша судьба предрешена Джек всё что привело нас сюда каждая принесённая нами жертва всё это было необходимо всё предрешено ничего не изменить Бет когда мы войдём в машину времени ты сам всё увидишь я всё понимаю но почему ты тогда так удивилась этому рисунку и почему ты раньше нам об этом не говорила если мы на одной стране может не доверял раз уж ты так в этом уверена давай попробуем по твоему в блокноте были записаны даты события которые ещё только случатся инструкции вся её жизнь была подчинена этим страницам тебе предстоит спасти мир фига тут полностью расписывают что ты там столкнёшь кого-то с лестниц тебя переведут в другую школу ты будешь думать что что-то наладится но это не так от такого числа умрёт твой сосед от такого числа у тебя украдут куртку твоя лучшая подруга сломает руку ты будешь возвращаться домой затемно слушай она реально себя сама оберегала от всех вот этих моментов жизни неприятных вот бы мне такого человека я бы тогда так много всякого попробовал бы ну если бы я знал что в этом я добьюсь успеха а в этом нет почему ты хотел сказать и меня бы за это даже не посадили то есть всё что я пробовал оно было бы противозаконным пипец не подумайте обо мне ничего плохого это не так хотя я чувствую блестяшку она где-то прямо здесь она манит меня я чувствую её я чувствую её везде она похожа за стеной так это ну ну я понял угу то можно залезть вот и ты вот и ты спасибо теперь я могу сделать следующее лучшее на распознавание угроз теперь я буду улучшенно распознавать угрозы как бы очевидно это не звучало это меня дико радует это меня дико радует так хорошо я отсюда мы можем попасть вон туда да соответственно всё ясно всё понятно а а более доступного места для панели управления твой брат не нашёл? когда Уилл строил эту штуку он такими глупыми вопросами не задавался ну конечно началось опять когда же я к этому привыкну наверное никогда единственная проблема я из этого очень плохо всё вижу не можешь добраться до красной лампы? я всё могу и всё нормально не волнуйся так все лампочки зелёные это реально как я не знаю такое ощущение что что? оно сломалось или? такое ощущение что здесь реально как будто чёрная дыра хотя на самом деле это не так это всего лишь искривление пространства и времени но блин всё равно стремно рядом с такой штукой стоит прийти я надеюсь будет сиквел я надеюсь что финал оставят открытым но при этом всё закончат как-то всё равно ты конечно у нас может лучше готовы она она работает ой теперь мне нужно будет войти туда так ладно поехали я введу дату на консоли то есть мне теперь слушал не а тут еще блестяшка есть я же тут уже бегал она типа совсем недавно появилось тихо он там у нас на крае аудитории спасибо родная супер вот 4 июля 2010 готова нет а ты нет отлично поехали сейчас реально отправимся в прошлое на 6 лет круто вот и все назад пути нет эй стой стой что-то надела дверь была не та ты изменила дату где она теперь где она а что мне было делать вы хотели забрать противовес под угрозой оказался бы весь наш план я связалась с монархом через терминал они уже едут все кончено ах ты тварь чёрт без противовеса мы не запустим ковчег да ладно буду действовать по плану свяжи ее и валя отсюда как можно дальше есть будет сделано не волнуйся хорошая девушка кто там говорил да не знаю но хотя тут в принципе плохих откровенно нет и я их мотивы тоже понимаю и по-своему она права он двигается только я двигаюсь заметили это такой андронный коллайдер о коллайдер пипец не знают игра все больше и больше педалит я не ожидал что она мне понравится прямо хорошо так по сюжету но сюжет хороший реально неплохой ооо прикинь она ше не достроилась даже ваше первое путешествие в 2010 подробности не знаем вы в курсе чем все закончилось ваши задачи по прибытии было добыть противовес задачу пришлось отложить я был не один письмо бэд будь осторожней с противовесом невероятно мощное устройство вы понимаете да это бэд ну из нашего времени она уже вышла с ним на связь и соответственно они как бы знакомые они вот это вот виде какие-то диалоги на эту тему чё там по радио но у меня слышу масса возражений мол монарх сносит то и сё вынуждает закрыться семейные магазинчики делают реверпорта плотом корпорации а часть это правда а все не так радостно такая большая корпорация знаете ли думает лишь о власти и прибыли но я вам вот что скажу подумайте глобально наш город который год влачит жалкое существование когда закрыли кораблестроительный завод наша экономика чуть не загнулась многие мои друзья и знакомые уже несколько лет не могут найти работу но пришел монарх и все уже сейчас начало меняться к лучшему да они не идеальны ну и что с ними лучше чем без них мне хочется надеяться на будущее оптимизм не порог я верю что мы наконец сможем получить все блага капитализма понимаете это по нашему по американскому ну чё поймали свою американскую мечту по самой гланды да ну между тем я все это время рассматривал главного героя и что-то какая на него все таки кожаная куртка крутая прям прям похоже что она кожаная не знаю чем я думаю в процессе сюжетных переговоров но в общем я ничего не мог своего поделать я смотрел на куртку так хорошо нам видимо туда наверх нужно подняться к нему в офис а если тут что-нибудь еще такое что это за звуки идут там а нам после тех кто то есть может это бэд отсюда никак не поднимусь похоже хотя нет я поднимусь похоже отсюда как-то заперта понял пойду гляну что это там за стрельба это еще кто и что за пальба это бэд что ли бэд бэд это я эй 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 что с тобой удачусь а и вот и все назад дороги нет т Джек? Доктор Эмерелл отправила меня в будущее. Несколько месяцев я пробивалась обратно. И я была не одна. А, так вот она его ранила. Я-то думал. Стой! Я погналась за ним. Он настроил машину Уильяма на девяносто девятый год. Так далеко, как только возможно. Не стреляй, не стреляй! Все хорошо. Эй, все хорошо. Все хорошо. Я твой друг. Вы кто? Я Бет Уэлдер. Я кое-что тебе расскажу. Это из-за тебя он создал противовес. И с тех пор ты оставалась здесь. Одиннадцать лет. А почему? Почему ты не вернулась? Нужно готовиться. Времени мало. Одиннадцать лет. То есть тогда ей было лет, наверное, двадцать пять. Сейчас ей... Я по глазам видел. Она о чем-то недоговаривала. Как всегда. Что, по-вашему, изменилось в Бет? Она отчаялась. О, вот это... Не знаю, мне кажется, что уже очевидно, что между ними что-то есть, ну, как бы совсем, совсем очевидно. Вот это все, я, короче, я не знаю, как я... Я бы сейчас реально все это читал. Но я сейчас, ну, вот так вот, чисто наперекосяк читаю, наискосок. Понятное дело, много пропадает. Если она начнет читать, народ начнет вот это вот, как обычно. Ой. Я вообще очень жалею, что эту игру не получилось пройти на Ютюбе, потому что она как раз для Ютюба такая неторопливая в плане вот этих записок всех. Ну, было бы. О, господи, шутечки за 300 пошли в чате. Теперь жив? Нет, пока не будет. Дух, я чувствую тебя-то где-то рядом. Ты манишь меня. Ого. Смысл? А, я отвернулся из-за этого. Я так больше не могу. Нахрен все. Не могу. Не могу и все тут. Ну, я представляю, она вообще одна была, по сути, все это время. Совсем-совсем. Где ты есть, моя прелесть? Я тебя чувствую. Я думаю, что ты где-то наверху. Но тебе от меня никуда не деться. Я даже думаю, что я смогу тебя отсюда захватить. Только я пока не знаю как, потому что в прошлый раз мы через эту дверь... А, мы теперь сюда не войдем. А, ну да, лестница-то у нас целая, господи. Хорошо, я думаю, что нам сейчас нужно туда-обратно в офис, но... Давайте сначала посмотрим, что здесь есть вообще. Календарей. Я открою. Так где Уилл? И где противовес? Где Уильям его сделал, там и оставил. В мастерской. Значит, туда и пойдем. Да. План был такой. Открывай уже, давай. Так, кстати говоря, я думаю, что... Пока суть до дела, нужно... Можно только открыть? Да-да-да, я иду. Где-то здесь наверняка что-то... Хотя, ладно, побежали. Это будет слишком долго. Просто там я практически уверен, что есть кое-что, что мне могло пригодиться. Но вы понимаете. Алкогол Фрей, я тебя тоже обожаю. Так, ну здесь, насколько я понимаю, мы ничего особенного не найдем, но все же я бы пробежался, потому что... Не знаю почему, но просто пробежался бы. Вот, допустим, ради этого. На восстановление машины потребуется месяц, если вообще получится. Получится, Уильям. Я уже это видела. Понятно. Ладно, погнали. Моя прелесть, я, наверное... Мне нужно знать, что ты все еще со мной. Однажды я тебе говорила, что все предрешено. Я до сих пор в это верю. Даже сильнее, чем раньше. И я... Очень боюсь конца. В конце мы побеждаем. Где же ты есть? Меня больше, чем сюжет, волнуют эти блестяшки. Это ненормально. Нужно снаряжение? Бери, что хочешь. Остальное выкинем в реку вместе со всем, что я сюда принесла. Как-то это слишком. Я должна исчезнуть, Джек. Нужно стереть следы моего присутствия. Дай знать, как будешь готов. На самом деле, что-то как-то печально. Да ипона, мать, пора прекращать реально, потому что она где-то здесь, и сейчас полчаса буду бегать и думать. По-моему, она внизу осталась. Где же ты? Где же ты есть? Ну, не застревай, Джек, пожалуйста. Сериал, похоже, будет скоро, потому что мы заканчиваем с этим актом. Сюда нам по сюжету. Жду только тебя, Джек. Я знаю, подожди немножечко, пожалуйста. Мне нужно взять эту штучку. Я буквально вот пара секунд. И побежал такой. Ну, что я могу сказать. Это меня не красит. Это меня совершенно не красит. Но моя алчность временами дает свои буйные всходы, потому что в результате у нас прокачано абсолютно все. Ты посмотри на эту тему. Вот так. Ну и кто мне скажет, что оно того не стоило? Пятый акт. Я так чувствую, что я сегодня пройду, потому что третий акт был очень короткий. Полтора часа вместе с этим самым сериалом. И у нас еще... Мы с большим запасом по времени идем. Я пока что вроде не упорот. Посмотрим, как там будет дальше. Я уже вижу, что сейчас будет какая-то очень серьезная заваруха, поэтому... Не знаю, это пистолет-пулемет. Нет, эту винтовку я брать не буду. Пулемет вот... Хотя, знаешь, пулемет... Нет, пулемет, в принципе, и винтовка. Это самый лучший выбор на данный момент из того, что есть. Но дробовик тоже неплох. Но дробовик неплох. Так. Противовес Уилла в мастерской. Найдем его. И что дальше? Принести его сюда. Включить машину. Вернуться в будущее. Закрыть разлом. Когда ты вошла в машину, я хотел тебя догнать, но... Я не знал, куда София тебя отправила, где тебя искать. Ты добрался. Это главное. Ты следовал плану. Что бы с тобой ни случилось, мы все исправим. Не надо. Все поправим. Нет! Это поправим. Ты так до сих пор не понял. Ничего не изменить. Что бы мы ни делали, результат остается точно так. Таким же я пыталась. Снова и снова. Не могу я сидеть и ничего не делать. Смирись с этим. Джек. Смирись с этим. Я его видела. Конец времени. Она отправила меня туда. Я была там. На моих глазах пошло прахом все, на что я положила жизнь. Я знаю, что будет. Только не понимаю, как после этого верить в победу. Узнаем любой ценой. Мастерская Уилла, 2010 год. Акт 4, часть 4. Ого, какой большой акт. Да нет, кстати говоря, глаза у персонажей очень неплохие. Ого. Соседи проснулись, что ли? События. А, это я думал, что-то такое важное пишет. А что так долго грузимся? Игра. Я даже отдаленно не могу представить, через какой ад прошла Бет. Каково это увидеть конец времени, как это меняет человека, что ее, что пола. А потом 11 лет жить, как призрак. У той Бет, что я знал, была четкая цель. Эта Бет. Колебалась. Ты как? Только противовес. Только он помог бы все исправить, и он лежал в мастерской Уилла. Вот оно. Не знаю, она мне с этой прической напоминает... Как эту девчонку исходящую с горя? В 2010 году она еще не владела на этой территории. Он ее занял вскоре после того, что случилось с вами. Но мы знали, что Уилл что-то строит в своей мастерской. Что-то важное. Так что мы за ним следили. Да, Бет была в курсе. Она и сама наловчилась шпионить. Мы прошли по крышам, чтобы избежать слежки. Уилл знает, что мы идем? Нет. Не знает. Майки, да. Работать 4 июля врагу не пожелаешь. Эй, ты вообще-то сам. Ну как же, сверхурочные же. Да знаю, я знаю. Сюда, Джек. Иду, иду. Так странно, что меня Джек называют. Вот Джеку, наверное, прикольно в эту игру играть. Короче, смотри. Тема играет в Metro 2033 Redux сейчас. Там главный герой зовут Тема. Всех к нему обращаются. Тема? Он такой, чё? Ну, Джек играет у себя на канале в Quantum Break. Кстати говоря, если кто-то там хочет в идеальном качестве посмотреть, у него посмотреть. Но он на Xbox играет. Там графика похуже, но зато YouTube не так пережимает. Там к нему обращаются в Джек. Не обидно. Надо игру какую-нибудь, чтобы там фортура была. Не знаю. Там тут нахочет. Кто нахрен вырубил? Ой, прошу прощения. Да блин, пятый раз за неделю. Досталось, меня хватило. Теперь мешкать нельзя. Здесь они могут нас заметить. Да я не волнуюсь, но там же должна быть блестяшка. Я же говорил, что она там есть, и она там есть. Иди сюда, моя прелесть. Всё это ради тебя. Только ты имеешь смысл. Ничто не истина. Всё дозволено. Блестяшки правят миром. Отлично. Ого, материнок. На 11 лет. Ой. Смыслом его жизни стала его разработка. Да. Handles all church particles. Частицы. Сложно. Сложно. Наверное, тогда он его и сделал. Второе апреля девяносто девятого года. Прошёл месяц после того случая, когда пришелец из будущего меня подстрелил. И когда появился Уайлдер, машину я перенёс и спрятал. Хотелось бы, конечно, вообще её уничтожить, но... Я убедил её говорить не поменьше. Чем больше знаешь о неизбежном, тем хуже. Мы все марионетки. Я могу мириться с этим, пока не вижу ниток. По-моему, она поняла. Да неважно. Она сказала, что случится разлом из-за моего творения. Это... Надо всё исправить. Пока не знаю как. Надо... Надо смастерить какой-то противовес. Я знаю, как в теории происходит схлопывание поля, но как его остановить? А тем более обратить. Потребуются годы исследований. Понятия не имею, как за это взяться. На какие деньги? Не знаю, в общем. Уайлдер пришла из будущего, чтобы найти меня. Полагаю, это означает, что я добился успеха. Правда? Иначе зачем идти ко мне? Представь, Никитос, я помню, что там вначале было. То, что нам брат говорил. Он собирался отдать его тебе. Но не успел. Прибор украли. А значит, иначе быть не может. И я помню, вот эти несостыковки, они меня очень сильно интересуют, что сейчас произойдет. Дневник было. Меня навестил Джек. Я здорово разозлился. Сказал ему, что он виноват в том, что произошло. Он сказал мне, что уедет из города навсегда. Случилось три дня назад. Привет, Риверпорт! Думаю, вам там куда веселее, чем мне. Мне надо тебе кое-что рассказать. Только ты можешь его остановить. Теоретической базы никакой. Работа может растянуться на годы. Она и растянется. И не говорим о чем никому. Не забывайте. Даже, даже, даже самым близким летом летят. Не подставляй под угар. Ты тоже пережил это... Эхо. Да. Это глоты. Если кто не в курсе, зачем... Зачем он так говорит про 4 июля? Дело в том, что 3 июля – это день независимости Соединенных Штатов. Ну, и вы понимаете, 4 июля для них – это как для нас 1 января. То есть все лежат бухие и тому подобное. И, соответственно, говорит, вот это вот... Че я там работаю 4 июля и тому подобное? Башка болит. Обычные люди, они везде одинаковые, верно? Блин, блин. Опять заперта. Где же аварийный выключатель? Следовать за пробором. Только за каким? А, 4-го, простите. Или это аварийное отключение? Черт. Вот как знал, надо было помечать кабеля. Так, на самом деле мне походу туда. Тим, откройся. Аварийное отключение. Черт, да ядрит твою мать, сука! Желтый, правда, так знал. Строю крёвую машину, чтобы эту падлу открыто держать. Хрен, запомнишь? И че тут в итоге? И куда он пошел? Посмотрим. Вот так. Устройство исчезло. Но когда-то оно там было. Когда-то, да. Питание тоже не было. Но когда-то же оно было. Вот так можно что-либо? Если отмотать время, то запустится. Серьезно? Тут закрытая дверь. Серьезно вы займите. Хорошо, я понял. Да, я думаю, как туда забраться. В смысле? То есть... Да нажми ты уже! Я нажал. Я успел. Иду. На стенде было изложено все. История его скорбного пути. Работа поглотила его. Стала настоящим наваждением. Он полностью изменился. Так, ну и на самом деле здесь все. У нас остались еще записи на стене. Это последняя наша сюжетная записка. Но еще здесь могут быть флешбеки. Джек, взгляни-ка сюда! А вот и сейф, да? Наброски машины времени. Угу. Ну и что? Пароля нет. Но я могу его взломать. Нужно только немного... Здесь кто-то есть. Монарховцы. Так я и знала. Они не могли не найти нас. Ты вскрывай сейф, а с ними разберусь я. Не высовывайся. Да. Ладно. Вас заметили сразу же, как только вы вошли. Шансов не было. Это было чистое самоубийство. Да. И просто так сдаваться я не планировал. Ни тогда, ни сейчас. Ну давайте, мать вашу. Приближаюсь к мастерскому, прием. Помните, приказано взять ее живой. Директор на подходе. Угоню. Ох, я вообще сразу дам. Я соскучился по экшону. Я уже забыл, правда, как стрелять. Да я! Где девчонка? Эй-эй-эй-эй, погодите-ка. Полегче, парень. У него пистолет! Огонь! Получи, срань. Остали, камера опять сходит с ума. Но ты получил. А потом я такой подбежал сюда. И не сделал того, чего хотел. Но ты все равно вернешься, не питая людей. Что-то работает не так. Так, вроде как остались только позади несколько персонажей, да? Бегись. Видели? Да, господи. Что-то у меня милишка вроде как отказала. У нас проблема. Доложите обстановку. Хух, круто. Она не одна, с ней! Какой-то... Черт! Приказаны работать часто и тихо. Нам не нужно лишить... Кто нас в клочь рвет? Я не верюсь. Держите периметр. Ааа, кучи. Но этот удар на самом деле не впечатляет вообще. От слова совсем. Так, где-то должен быть еще один. А, я понял. Я понял. Ага. Вот срань, мать твою. Ау. Серьезно? Под самый конец? Фух. Ну ладно. Все по-новому, серьезно, по сеним врань. Ну пока что реально проблемы вызывают только снайпера, потому что в них с геймпада Цельсия это божественно. У него в пистолет огонь! Полетерен нахер. Машина сейчас рванет? Рванет? Но никого не убило. Что-то я пофейлил этот момент, по-сам-дель. Вроде с этим и закончил. Приложите обстановку. Она не одна, а с ней какой-то хрен знает кто. Приказано работать чисто и тихо. Нам не нужно лишнее внимания. Так, снайперков бы сначала завалить. Выдвигаюсь. Держите периметр. Господи! Боюсь, тут подойдем! Все, уехал. Сейчас еще двое появится, да? Немного, стоим. Ау! Все равно улетело. Так, это мне, наверное, пригодится. Давай, хапай. Потому что там экиперочки у нас. Я тебе сейчас... Какая-то, господи. Так, все, экиперочки появились. Сидим, отдыхаем. Вот тебя, конечно, мы тут не ждали совершенно. Не, ну экшен тут такой, что переигрывать можно сто раз. Другой вопрос, интересно ли это сто раз смотреть? Наверное, нет. Поэтому я постараюсь это все... Быстрее сделать. Вроде как, более-менее спокойно. Твою мать! И машина полетела. Машина, ты... Ого, вот это я сильный. Подожди обратно. Тут же что-то наверняка есть. Прикинь, я в прошлый раз на последнем противнике. Что там, мы в первом мировом топе по Quantum Break? Приятно. Но дело в том, что игра уже не первый день. Мы вчера были на третьем месте. Но все равно приятно. Согласись. Походу, ничего не будет. Ладно, погнали. Давайте ускоримся. Уй, дверь закрой, как в Division. Ну что-то... Всему тебя учить надо. Я думаю, там внутри сейчас опять какой-то тяжеляк будет. Там, в принципе, местность такая, располагающая. Отдай прибор. Пойдем со мной. Мы сможем выжить вместе. Ты же понимаешь, что это конец. Я по глазам вижу. Ты это знаешь. А вдруг ты ошибся? Нет! Я по глазам вижу. это мы создали эпицентр мы заставили все так произойти головоломка собирается не до конца взрыв перенес вас во времени он унес вас в 2016 в исходный год вашего путешествия все ради чего я шел так и осталось там позади 10 из 10 я думаю люди способностями тут вообще ничего не могли сделать только она нет 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 бет 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 ну уже живее вставай ну вставай бет вставай пожалуйста да да вот так и пистолет ну же давай ну же давай пожалуйста бет давай не надо не надо нет я не ошибся да пипец все это время противовес был у сайрина я должен был забрать прибор поспешное решение вы говорите что смерть бет уайлдер не повлияло на ваше поведение я уже говорил я ее почти не знал то есть дальше вы действовали беспристрастно нет но не знаю что предсказуемо я как то я слегка предвидел мне жаль но понятное дело что игры со временем они такие здесь всех можно по 10 раз убить Как тот же Oxenfree, помните, недавно А потом в итоге сказать, что мы пошутили Где показалось, на самом деле, все было немного не так Хорошо Сейчас мы будем смотреть кино И этот Вот, да Я выключаю микрофон прямо сейчас И мы продолжаем После, соответственно Того, как посмотрим эту сериальную часть Мы с вами Так, где вообще? Тихо, секундочку После этого, короче говоря, мы с вами двинемся Ну, на перерывчик небольшой Пять минут А после этого я попробую еще один настройки Потому что некоторые товарищи здесь Жалуются на то, что лагают И я попробую сервер сменить, потому что на предыдущем сервере Я вам жалуюсь спокойнее Не знаю, посмотрим, короче говоря, как бы там ни было, продолжаем Я знаю, что времени осталось мало Пардон Тут, оказывается, еще вон у нас что Ладно, сейчас, секунду Я забыл, что здесь постоянно есть выбор Я 17 лет этим занимался Планировал Строил монарх Потому что знал, что грядет И что остановить это нельзя Но мое детище обернулось против меня же Зачем их спасать, если я не могу Им доверять? Я очень зол И мне больно Болезнь прогрессирует РХП Он слишком дорогим не обошелся Но я смог обуздать его силу И с ним мой план Сработает С ним, когда мир погрузится во тьму Я сохраню свет Мистер Сайрин Простите, что беспокою, сэр Но у меня тут отчет о зачистке лаборатории доктора Кима Отнесите в мой кабинет Я запру камеру РХП и приду Редгеймс ЛП Ты что пришел? Уходи Хотя нет, не уходи Я бы тебе соскучился Я надеюсь, ты выздоровел Пожелаем все эти умнички здоровья Уничтожены Так, дайте я хоть на полный кран сделаю Это было внезапно Запереть камеру Регулятор храна поля Драгоценный противовес Уильяма Он должен быть сохранен любой ценой От него зависит работа Ковчега Болеете? То есть завтра, похоже, Дивижн Мы с вами, ребята, не записываем Потому что выздоравливай давай Камера РХП заперта Кистер Сарин, я у вас в кабинете Сейчас приду Конец связи Этот солдат даже не представляет, как близок мой конец Я не боюсь смерти Я боюсь Стать врагом И последствия этого Для меня И для плана Я чувствую его, как заразу в мозгу Не знаю, вы знаете, мне Хэтч Ну, этот темнокожий и лысый мужчина Гораздо больше импонирует, как злодей Потому что Петир, ну, Пол Он вообще, честно говоря, вот этот вот Рыцарь печального образа Он ведет себя, как мудак последний При том, что из него пытаются сделать хорошего А по итогам он реально плохого натворил Уже заметно больше, чем тот же Хэтч И Хэтч при этом, как бы, ну, последовательный Он мудак, и он Не скрывает этого, и он реально идет к цели А этот такой Могу ли я? Или жопой потерзаться еще чуть-чуть Начинает надоедать Актер прикольный, но персонаж какой-то... Я не знаю, кому теперь верить София Эмералл Она хотела запустить ковчег раньше времени Она хотела сорвать всю операцию Кто знает, что она сказала Джеку Кто знает, как долго она уже строит мне козни Да, да, все его выборы сделал я И че, он все равно мудак А вот Чогра мне нравится Сейчас подойду Это я в детстве негров чограми называл Ну, когда еще совсем щеглом был Годами я жил в прошлом Всегда зная, чего ждать Все это время я планировал Выстраивал Все ради этого 2021 Серьезно Слушай, там наверху тоже, наверное, что-нибудь есть Слушай Сэр Вы приказали обыскать взорванную лабораторию Ваши лечебные приборы уничтожены Но один остался Корпус, похоже, сломан Но это все, что нам удалось найти Ну, давай, хорошо Мой лечебный прибор Но он поврежден Можно ли его использовать? А, сэр? Я вас не понял Или это ловушка? Снова предательство Он уже какой-то Выберите продолжать И бороться, доверять Или уступить безумию Тогда посмотрим, что к чему приведет Я не предатель Мы в этом похожи Мне нужна твоя помощь Я могу сосредоточиться на миссии На ковчеге Довести дело до конца У меня еще есть верные соратники Я все равно заполучу РХП В последний раз предлагаю Джойс Уходи Лиамберг Он будет защищать нас Задержит Джека В смысле я Лиама? Не хочу убивать Так, безумие Вы все меня предали Вы хотели меня погубить Теперь Я утащу вас следом Мой мир будет другим В моем мире будет гармония Хаос Все вокруг рушится Они умышляют против меня И крызутся между собой Проберись в кабинет Царина Оттуда у него был прямой доступ К РХП Ясно? Джойс устранит разлом Спасет мир И все будут живы-здоровы Чарли Уинкот Еще один отступник Предатель, перешедший под крылышко К Джеку Да, паранойя точно Все до единого Без вопросов Ну, это вот Все предатели Вы все меня предали Ты, 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 ты Сэр А вы в порядке? Кто тебя подговорил? Сэр Вы приказали обыскать лабораторию доктора Кима И вынести все, что... На кого ты работаешь? На вас, сэр Лжешь! Какого хрена? Нет Любой Это может быть любой из них Нужно быть осторожнее Я так понимаю, благодаря нашим выборам Для Питера не осталось ни одного шанса Бассейн Брэдбери Но это злой стрим Это явно... В общем, такие выборы, которые... Можете осуждать меня, как обычно Как обычно я это переживу Я это легко переживу Но я считаю, что это будет интересно Я считаю, что это приведет к хорошим вариантам развития событий Сейчас я выключаю микрофон И мы, как обычно, минут 20 смотрим киношку После этого уходим на перерыв И после этого добиваем игру последней Я так понимаю, достаточно длинной Но, тем не менее, уже интересно закончить эту игру сегодня Ладно, как бы там ни было, в общем, микрофон Микрофон, ты где? Пол Сайрин сорвался с цепи А мои лечебные приборы? Он спровоцировал катастрофу Поле Джойса разрушится за 8 часов И может ее предотвратить Но почему-то просто ждет конца Поэтому мы должны вмешаться Добрый вечер, доктор Эмирал До взрыва 5 минут, мистер Хач Я пришел освободить тебя, дружище Пришло время присоединиться к остальным И вернуться в бесконечность Но знаешь, что беспокоит меня? Кто привел их в лабораторию Кима? Она заходила За несколько минут до взрыва Я хочу, чтобы ее нашли Немедленно! Лен? Да У меня есть сведения о Марте не хочу Я хочу, чтобы его задержали Немедленно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет 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 Доктор Холден. Что происходит? Протокол запущен. Пойдемте. Быстрее. Не может, не может быть такого. Боюсь, времени у нас нет. Я должен разбудить семью. Не надо никого будить. Доктор Эмерал. Да, а что? Пройдемте со мной. Я просто приняла меры. Как только уровень хрононов стал критическим, я знала, что ты не послушаешь меня. Машина Уильяма. Я видела первую машину. Изучила ее панель управления. Взгляни на себя. Тебе нужны процедуры. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чёрт, хрен с ним. Дилетанты хреновые. Рабы, рабы. А? Привет, милашка. Статус защиты? Активный? Что? Он прямо подо мной. За тобой должок. Давай, Фиона. Ответь, ответь, ответь. Давай, давай, давай. Давай, отвечай. Отвечай. Бет, я не знаю, слышишь ли ты меня, но это Фиона. Нужна твоя помощь. Приём. Бет, это Фиона. Слышишь меня? Бет, не сработало. Прости. Я не смогла найти протокол. Фиона Миллер? Да, я слушаю. Это Джек Джойс. Бет говорил, вы вместе работали. Возможно, вы мой последний союзник. Что произошло? Сайрин. Я ничего не мог поделать. Но, Фиона, кое-что мы можем сделать сейчас. Мне нужно найти одну вещь. Маленький металлический двенадцатигранник. Он похож на футбольный мяч. Вилл назвал его противовесом. РХП. РХ что? Регулятор хронополя. Вот что такое противовес. Тогда он может убрать разлом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Минус пятый этаж... Продолжение следует... 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 В смысле, ты нужна здесь. Тут ты будешь полезной. А я в УЗе. Просто следственная с претензиями. Дай мне разок погеройствовать, ладно? Крутая девчонка. Всем нужен антишник, Черни. Да иди ты. Эй, Чарли. А ты ничего. Я знаю. Давай. Ну же. Пригни. Давай. Давай. Друзья мои. Мы выступаем в поход. Пришло время нам завоевать себе место во Вселенной. Противники. Одни вышли против меня открыто. Другие еще прячутся. Но. Думай обо всех нас. Я вижу войны. Войны, способная. Доказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Победит! О, черт! Эй, я! Движды! Да, можешь так показаться, но все не так! На землю! Друзья мои! Да, да, я трус. Спасаю свою шкуру, потому что... Кому еще я нахрен нужен, а? Но сейчас я не за собственную шкуру трясусь! И иду не за тем! Ты обещал внести нас в список. Ну, обещал, да. Планы поменялись. Список, Чарли! Чойс может устранить разлом! Ты исчерпал все доводы, Чарли. Лем? Вот что для тебя главное. Так? Ты же ради нее стараешься? Возможно. А? Ты поэтому отказался от монарха? Ради семьи? И что потом, расти детей в золотой клетке? Да, где нет! Потому что из ковчега ничего, кроме клетки, не выйдет! Сайрин спятил! Будь в ковчеге смысл, разве я бы из него вылез? Пока мы вместе! Серьезно! Вы его только послушайте! Он же псих! Нас никто! Не остановит! Ладно, ладно, смотри. Джойс устранит разлом, спасет мир. И все будут живы-здоровы. Но я ему должен помочь. Поэтому убивать меня не надо. Ну, если снова врешь... Знаю, не волнуйся. Я сам застрелюсь. Снимай жилет. Понимаю, у нас кризис доверия. Ну и ладно. Войско, которое способно доказать, что этот путь преодолим, что победа возможна. Возможно. Вот он. По-моему, это РХП. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Открывай. Не могу. Пойми одну вещь, Чарли Мир, который ты знаешь Этот мир уже умирает Но гибель старого мира Это рождение нового Мой мир будет другим В моем мире будет гармония Ладно, дайте подумать, чем бы помочь Вот если бы вы... Хватит, хватит Не надо Прости меня Нет, не извиняйся Прости, ладно Я хотел как лучше Лучше для нас Я сделал Сделал это для нас Нас ждало Ждало такое будущее Я Я Я сам понимал, что я эгоист Но мне Перестань Жаль только, что я не поговорил с тобой раньше Лео Только держись Я потерял Лео Я бы отдал все за тот год Я бы отдал все за тот год Я потерял Я потерял Продолжение следует... 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 Продолжение следует...